Всем хай! Наверное, представлюсь как прапор. Так будет проще и безопаснее для меня. Я прохожу военную службу по контракту в одном из родов войск на просторах нашей необъятной родины. Когда я выбирал эту службу, я руководствовался соображением финансовой стабильности, социальной защищенности, ну и возможностью получения жилья. Не нужно меня считать авопатриотом. Нет, в войсках сейчас таких единицы. Кому-то нужен стабильный источник дохода, которого он не может получить на гражданке. Кто-то хочет повоевать, выпустить подростковый пар. А вот истинных патриотов мало. Так вот, какие минусы и плюсы в службе по контракту? Начнем с плюсов и скрывающихся под их личиной недостатков. Социальные гарантии, финансовая стабильность и обеспечение жильем. И это все социально-экономические плюсы. А что же под этим кроется? Да, вы будете получать зарплату выше средней по стране, но не на много, но выше. А за это вы будете жить на работе, родные забудут ваш облик, ваш ребенок однажды может не узнать вас на улице, спросив у матери. А кто этот дяденька? И это не выдумка, такие ситуации бывали. Вы будете получать медицинское обслуживание в военных лазаретах, госпиталях, где от всех недугов вас будут мазать, втирать вам, прописывать внутри вена, перорально и клизмально бриллиантовую зелень, просонаруйте зеленку. Да, я утрирую, но денег на медикаменты выделяется очень мало. Пройдет 6 лет, и вы получите возможность купить жилье в военную ипотеку, попав в настоящую кабалу. При любом несогласии с командованием, даже по вопросам, которые вам кажутся незаконными, на вас будут давить, что уволят и вы потеряете квартиру, за которую не в состоянии будете платить 30-40 тысяч в месяц. Вот такие социально-экономические плюсы. Психологический плюс, так называемое воинское братство. Да, оно есть. Но среди сослуживцев немало. Суд, который в силу своего умственного, физического или психологического развития, либо каких-то карьерных устремлений, готовы всучить своих товарищей, потому что не в состоянии иным способом выжить в коллективе. Стучат начальству, стучат фейсом, жалуются в компетентные органы. В таких случаях становится жалко, что дедовщина у контрактников отсутствует, и нельзя просто отпиздить суку. Они всучивают даже командиров. Еще есть крысы. Но это наименьший из зол. Самое страшное – это черные офицеры, которым плевать на нужды подчиненных, которые руководствуются своими личными интересами и готовы схавать всех, кто будет им мешать подняться выше по карьерной лестнице. У таких гнид нет ничего, кроме своего собственного эго. Правоуважение личного достоинства тоже забудьте. Забудьте свое имя. Теперь вас будут звать не по имени, а дебил. И это выражение для вас будет самое ласковое и желанное, поскольку остальные оставляют желать лучшего. Вас будут называть уебан, еблан, долбоеб и так далее. Будьте готовы к этому. Еще один плюс – возможность пострелять, покидать гранаты, поуправлять боевой и специальной техникой, то есть заниматься боевой подготовкой в полный рост. Это круто. Только, как показывают практики, как на стрельбище вы будете махать метлами и лопатами, так и на других занятиях, ведь именно уборочный инвентарь будет вашим основным личным оружием. Хочется спросить у шакалов и военных зазывал. Где, бля, моя СВД и ПКМ печне? Как на агитационном плакате. Почему мне выдали старенький калаш, который я только держу на сроевых смотрах и тревогах? Я стреляю раз в полгода на КПЗ или итоговой подготовке. Да, стрельбы бывают, но ради того, чтобы выпустить 15 пуль из АК и 3 СПМ, я должен 6-8 часов проторчать на жаре и морозе. 35 раз бессмысленно построиться, а потом еще в подразделении сейчас обслуживать свой ствол, чтобы в час ночи приехать домой, а потом к 6 утра как огурчик прибыть в часть для заступления на боевую службу. Совсем забыл. Видел в новостях комплект Ратник? Ты хочешь пойти на военную службу, чтобы выглядеть так же эпично и красиво? Да хуй тебе! Носи рваные советские подсумки и броники типа каракулон, штурм и корунт. Ах да, и советский котелок одеть не забудь, чтобы мозги в нем остались, если вдруг что-то случится. Военная техника – это отдельная сказка. Она есть, она ездит, но ездить ты на ней будешь намного меньше, чем валяться под ней. Она ломается, размокает под дождями и снегом. И как говорится, тебе ее доверили, занимайся. Только запчастей нет, ищи где хочешь, покупай, находи, кради. Проебывать в армии с переходом на контрактную основу не разучились. Еще один мнимый романтичный плюс – боевая служба и полевые выходы. Если ты здоровый умный мужик, тебе пизда, пиздой накроются твои выходные. Ты будешь хуярить, как папа Карла на постах, пока не закончится твой контракт, и ты в ужасе не съебешься куда подальше от этой армии. А тетя с двумя-тремя вечно больными детьми будет гаситься с ними, или сама на больнике, а ты будешь служить за нее. Более того, как придет срок продления ее контракта, ей его подпишут с улыбкой на лице, а тебя после отказа продлевать контракт еще и выпиздят досрочно по 51-й статье, что ты хер куда потом устроишься. Еще один плюс. Это повышенная ответственность военнослужащих. Стоит вам попасть в ДТП, получить травму, заработать административный протокол хоть в период прохождения службы, хоть в отпуске или на выходном. Премия, до свидания. Дисциплинарка, привет. Ебнут даже двоих командиров, включая тех, которые тебя и знать не знали. Сотовые телефоны нельзя. Фотки в форме в соцсетях нельзя. А еще три раза в день отзвон командиру о твоем благополучии, подъемом по тревоге, идеальный внешний вид и прочие прелести службы, которые ранее были доступны только сроком. А что сроки? А им теперь все можно. Их теперь мало, их беречь нужно. Пусть весь день спят, всю ночь в твитерочках и контактиках сидят. Не срочка, а есельки ромашка, блядь. А для нарядов и караулов есть контрабасы. Пусть я хуярят. Простите, нагнал я сейчас черных красок. Но как говорится, лучше горькая правда, чем сладкая лужь. Не верьте слоганам агитационных плакатов. Не верьте сладким речам военных зазывал. Если ты готов к тому, что я сейчас перечислил, и тебя это не пугает, то welcome. А тем, кто думает, что в армейке легкий рубль за опочеленное ковыряние то в правой, то в левой ноздре, не тратьте время. Идите куда-нибудь в нархоз. Всем всего хорошего и спасибо Данилу за анонимность. Спасибо вам за просмотр. Всех благ. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok